Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Но сегодня мы отправимся в Китай. Давно мы не путешествовали с вами по этой удивительной стране и посмотрим очень удивительные и странные пещеры Луньё. Мы сегодня с вами посмотрим больше вот таких вот изображений четких, то есть пройдемся по фотографиям и посмотрим особенности этих пещер. Данные пещеры были открыты не так давно, всего лишь 9 июня 1992 года во время осушения некоторых здесь местных озер. Очень долгое время считали, что эти озера являются бездонными, поэтому местный житель решил все-таки выкачать из них всю воду, дабы проверить эти слухи, когда во время откачки уровень воды сильно опустился и стали заметны входы в подземные сооружения. Вот на сегодняшний день уже насчитывается около 24 отдельных, не сообщающихся между собой. Конечно же, это стало сразу же достопримечательностью. Смотрите, здесь огородили все сеткой и посещали, конечно, место туриста. Облагородили более-менее здесь, такие поручни для безопасности поставили. Ну вот, друзья мои, давайте посмотрим одну из пещер. Вот таким образом выглядит стена, вот с такими фресками здесь, или, как правильно сказать, изображениями достаточно древними. Пещеры, кстати говоря, все вырезаны в однородной средней твердости породе. Порода это называется альвееролит. А дате постройки можно судить лишь по косвенным каким-то либо признакам. Ну, то есть это, вот ученые нам говорят по анализу сталактитов, которые вручную придавали причудливые очертания. Мы их тоже сейчас... Ну вот, предположительное время создания, это порядка где-то двух тысяч лет назад было все это создано. Но некоторые исследователи утверждают, что и три тысячи лет назад. Но это все ладно, друзья мои. Удивительно, что размер пещер просто-просто поражает. Средняя площадь каждого помещения здесь составляет более тысяч квадратных метров, а высота до 30 метров. Видите, 30 метров вырублена вот в этой скале. Ну вот, ученые посчитали, что общий объем, извлеченный при строительстве породы, составил не менее 900 тысяч кубических метров. Ну вот, при этом остается неизвестная технология осуществления этих выработок, и, в частности, технология измерения древними средствами. Ну а чем, друзья мои, меня заинтересовали эти пещеры? Не только вот 900 тысячами кубических метров породы, которые отсюда были извлечены, а в основном вот обработкой стен. Вы посмотрите на эти стены. Посмотрите на столокниты вот эти вот. Да, их, конечно же, доработали, понятно, все. Здесь вот мы видим то же самое, определенные, что, ну, в виде змеи, да, опутало будто бы вот этот вот столб полностью. А вот такие вот технологические следы. Посмотрите, что здесь происходит на стенах, помимо вот этих вот брельефов всех. Так вот, друзья мои, потолки, стены и опорные столбы пещер покрыты следами выемки пород. Вот что мы сейчас и видим, вот такие вот полосы. Они представляют собой ряды параллельных полос шириной около 60 сантиметров. 60 сантиметров, то есть нормально, да? И причем они параллельно идут ровно. То есть там есть отхождение, конечно же, плюс-минус 2-3 сантиметра. Ну и все, в среднем это 60 сантиметров. Конечно же, образованные рисками, оставленными инструментами, по некоторым предположениям является специально созданными узорами. Ну, какой тут узор я, конечно же, особо-то и не вижу. Еще интересный очень момент. С направлением полос направление рисок составляет угол порядка также 60 градусов, то есть 60 сантиметров ширина, 60 градусов вот этот вот угол. Каждая из пещер представляет собой огромный зал в виде воронки. Выход узкий, а вот пространство внутри расширяется от входа к дальнейшей. Еще один удивительный факт. Три стены в каждой из пещер идут строго вертикально, а вот четвертая поднимается под углом 45 градусов. Для чего это делалось? То есть все 24 пещеры выполнены одинаково. Ну, еще один такой интересный момент. В каждой пещере свод подпирают три таких толстых столба. Вот мы с вами видим прекрасно. Ну, и эти столбы были сделаны из естественной части пещеры, то есть их так вот оставили, обошли и стали дальше все это вытачивать. А на стенках присутствуют брельефы с изображением сцен из жизни жителей той эпохи, ну и, конечно, животных. Мы увидели с вами там изображение змеи. Ну, вот, пожалуйста, здесь брельефы есть на этих столбах. Ну, и еще, наверное, последний все-таки такой удивительный факт. Несмотря на то, что вот как бы при строительстве данных пещер были, конечно же, просто огромнейшие усилия приложены, но нигде в известных исторических каких-то источниках полностью отсутствуют какие-то записи по поводу этих пещер. Все-таки это не одна пещера, а 24. Почему информации, для чего строили, кто строил, когда, какая цель вообще была у строителей возведения вот этих вот пещер, вообще никакой информации нет. Конечно же, все это можно списать на то, что в этот период были гражданские войны, межусобицы в Китае, которые привели к утрате многих исторических документов, и сейчас просто-напросто нет вот этих вот документов, которые подтвердили именно исторически. Да, безусловно, конечно же, по каким-то фактам, доводам и более поздним записям можно узнать о периоде в жизни китайцев вот две-три тысячи лет назад. Но, к сожалению, вот по этим пещерам информации никакой. Почему я обратил внимание на эти следы, друзья мои? Посмотрите, уж очень они похожи на современные роторные экскаваторы, которыми работают люди как на поверхности земли, так и в пещерах. Мы можем с вами сравнить эти следы, вполне посмотреть современную обработку каких-то пород именно современными вот этими аппаратами. Вот это один из примеров работы так называемого экскаватора, роторного экскаватора, который прокладывает путь вот в виде такого туннеля. И посмотрите, что мы с вами видим на стенках. Что-то, нечто похожее, что мы видим в пещерах Китая. То же самое. Посмотрите, вот эти вот риски, так как всевозможные различные здесь механизмы, прорезают они по-разному, но так как движется это все вместе и одинаково, конечно же, на всем протяжении на стенках пещеры появляется одинаковый рисунок. Не правда ли похоже все это, друзья мои? Посмотрите, вот, пожалуйста, потолок, свод, стена. Может быть и в Китае 2000 лет каким-то таким огромным аппаратом все это вытачивалось, да? Очень похоже. Что вы думаете по этому поводу? Ну, конечно, это схожесть. И опять же, это мои просто размышления, фантазии такие, друзья мои. Я ни в коем случае ничего никому, как обычно говорю о всех своих роликах фактически, особенно последнее время, никому ничего не навязываю, никакого мнения. Но тем не менее, посмотрите, как все это выглядит фантастически. Вот таким образом все это пропиливается. Смотрите, какие следы. И если еще 2000 лет пройдет, вот и эти пещеры, либо технологические какие-то вот эти шахты, посмотрят люди через 2000 лет, они скажут, ну, то же самое, посмотрите, здесь работала уникальная техника. Что это люди руками, что ли, все это делали? Да нет, конечно. Все это аппарат какой-то работал. Может быть и тогда не существовали. Просто-напросто мы сейчас об этом не знаем. Здесь вот то же самое мы видим. Посмотрите, какие насечки на стенках. Здесь вообще вот такие вот круглые выемки в стене. Наблюдаем. Все это вот оставить, бросить. Потом люди просто через тысячи лет будут шокированы. Что же здесь вообще происходило? Кто тут изрыл всю эту землю? Как мы сейчас, может быть, тоже наблюдаем и удивляемся, а порой даже пугаемся. Как вы считаете? Вот здесь вот посмотрите, чем вам не пещеры Лунью или Лонгью, которые создавались 2000 лет назад, а может быть и не создавались всего лишь навсего 20 лет назад. А Китай это все нам преподносит сейчас, как вот такие более поздние сооружения. Все это может быть такая вот искусственная история, ведь же часто Китай обвиняет в том, что он подделывает древние артефакты и подкидывает всему миру, чтобы считали эту цивилизацию самой древней. Так вот пиарит себя китайцы. Есть такой факт тоже. Заподозрили китайцев уже давно в этом. Так что, друзья мои, я склонен считать, что эти пещеры сделаны все-таки при помощи каких-то механизмов. Пусть не таких вот современных экскаваторов, очень огромных, бассивных, больших, но все-таки там присутствовали какие-то механизмы. Не могли бы вручную вот это все сделать, выточить до такой степени, что просто вот выверить вот эти все размеры, углы в том числе, и во всех 24 пещерах. Очень странно, конечно же. Хотя, с другой стороны, друзья мои, мы же очень часто удивляемся строителям, архитекторам древности, которые возводили и покруче, конечно же, какие-то сооружения, не только вот такие вот пещеры. Как они это все делали, чем самое главное, тоже это не доказано. Хотя мы видим, например, там какие-то следы механического воздействия, в принципе, оплавки там камней, да, как плавили гранит. Хотя про гранит тоже сомнений у него очень много. Скорее всего, не совсем уж такой твердый, но, по крайней мере, был в прошлом. Ну, а пещера, на самом деле, друзья мои, удивительная, конечно же. Еще удивительно, для чего же это все создавалось. Красивые брельефы. Хотя, опять, я вот смотрю на них, мне кажется, что это прям вот современная подделка. Посмотрите, как сделано. Вот я, как всегда, 50 на 50. То есть, возможно, что это древние сооружения все-таки, а возможно, это современные. После того, как осушили, обнаружили вот эти вот провалы, ну, и китайцы решили, почему бы и нет, не сделать это туристическим таким вот тоже, туристической такой точкой, чтобы люди сюда приезжали, удивлялись. И сочинить такую историю. 24 пещеры древние, 3000 лет назад были выкопаны кем-то. Тут есть схема этих пещер. Такие дорожки уже, конечно, облагорожены. Ну, посмотрите, какие четкие, такие удивительные изображения. Неужели в древности все это могли сделать? Ну, вот, сомнений, конечно же, берут. Ну, давайте посмотрим еще несколько панорам, и на этом будем заканчивать мы с вами. Вот, не кажется ли вам, что это вот просто современная выработка? Посмотрите, вот они, риски идут, да? Вот эти вот 60-сантиметровые полосы. Прямо вот работа, экскаватор, который мы сейчас смотрели. Тут вот, смотрите, огородили это все. Что-то колонны, может быть, дорабатывают, дотачивают, откроют. И экскурсии будут ходить, гордиться. Вот такая наша древняя история китайская. Может такой быть? Там у нас сейчас все, может быть. Не удивлюсь. Три столба. Да, ну, по пещерам только вот одна панорама была, друзья мои. Здесь вот прилегающие территории можем еще посмотреть с вами, полюбоваться тоже удивительным лесом таким. Смотрите, как облагородили дорожки какие-то интересные. Смотрите, тоже сколько труда вложено в это во все. Молодцы китайцы, что там говори. Ну, а я на этом буду заканчивать свой сегодняшний такой необычный ролик. Надеюсь, он для вас был хотя бы немножко интересен и полезен. Пишите обязательно комментарии по всему тому, что вы увидели. Ставьте, не забывайте лайки. Поддержите, пожалуйста, развитие канала. Очень нужны ваши комментарии, очень нужны ваши лайки. Они способствуют как раз продвижению канала. Если вам нравится, ну, а если не нравится, тогда дизлайки ставьте. Пишите комментарии где-нибудь нехорошие. В принципе, обсудим, поговорим. Еще раз хочу повторить все, что я говорю, показываю, рассуждаю на канале, на своем же канале, еще раз говорю. Это все лично мое мнение. Читайте шапку канала. Канал в первую очередь развлекательный. Ну, а на этом буду заканчивать все. Всем пока, друзья мои.